Добрый день! Вы искали лечение дистрофии? Для того, чтобы понимать, что делать, нужно понять, что происходит. А происходит следующее. Диснарушение, трофия, трофика, питание. То есть, когда любая клетка, а соответственно орган или ткань, не получают свое питание, там появляются дистрофические процессы. И вначале клетки снижают свою работоспособность, а затем из-за того, что клетки начинают погибать, появляется клеточная недостаточность. Вопрос, что делать? Нужно восстановить правильное питание для ваших клеток. Потому что дистрофия может возникнуть в совершенно любом органе. Чаще всего развивается дистрофия миокарда или миокардиодистрофия. Следствием этого кардиостлероз, снижение мощности сердца, сердечная недостаточность и летальный исход по этой причине. Второй пункт в частоте дистрофии все-таки суставов. То есть, вы знаете артрозы, вы знаете остеофандроз позвоночника. Это тоже дистрофические процессы. Тут тоже нужно восстанавливать питание. Ну, очень часто развивается дистрофия в глаз, называется макулодистрофия. То есть, когда фактически зрительный аппарат, основные цветовоспринимающие элементы и световоспринимающие элементы нарушаются, снижается острота, нарушается зрение, сужаются поля зрения, то есть возникает проблема. Тоже часто бывает мышечная дистрофия. Тоже тяжелое заболевание связано с тем, что мышца активно работающая, она очень активно работает. Она попадает в состояние дистрофии, но мышечная ткань начинает заканчиваться. Очень плохо, когда развивается липодистрофия. Причем, под этим названием может идти как целлюлит, то есть при избыточной массе тела, так и при анорексии, когда недостаточное питание идет. Идет дистрофия жировой ткани, она просто уменьшается патологически до полного исчезновения. Это тоже очень плохо. Ну, очень часто бывает жировая дистрофия. Она связана как с избыточным весом, так и с какими-то интоксикациями, с инфекциями, мишенью которых является печень. Вначале развивается жировой гепатоз, потом появляется неалкогольный или медикаментозный стеатогепатит, то есть тоже возникает проблема с печенью. А печень – это метаболический мозг вашего организма. Кстати, пока вы не восстановите работу печени, причем помните, что печень не болит. Печень болит крайне редко и в очень запущенных случаях. Но нарушения работы печени видны невооруженным глазом. Один из вариантов – это та же дистрофия. Дистрофия со стороны клеток крови проявляется очень интересно, это в веке-то сосудистой дистонии. Когда кровь очень густая, организм не может заканчивать ее на уровне клеток, плохо тут, то есть мозг сигнализирует депрессией, это тоже фактически дистрофия клеток мозга, когда они не получают свои питательные вещества. Ну, я не буду говорить о крайней степени дистрофии мозга, энцефалопатии, то есть это тоже плохо, но это, скажем так, биологический возраст совершенно иной. Пока вы не восстановите питание, а восстановить питание можно единственным путем, насколько я понимаю, потому что вся пища попадает в пищеварительную систему, там должна перевариться, там не должно быть дисбактериоза, там не должно быть паразитов, дальше 100% этой пищи попадает в печень, и отсюда, от печени, от состояния печени, от ее работы, зависит, как продукты питания, в каком виде дойдут до клеток. И если этот процесс у вас работает великолепно, диагноз дистрофии вам неизвестен, не важно в какой зоне. Будет это дистрофия суставов, мозга, мышц, жировой ткани, без разницы. Если же печень работает плохо, если пищеварительная система работает плохо, дистрофия так или иначе имеет право появиться, имеет право развиться в вашем организме. Если вы хотите заниматься лечением дистрофии, я печенью занимаюсь больше 25 лет, опубликовал уже больше 40 книжек различных, то есть часто участвую в разных передачах, сотни статей в разных газетах и журналах, я думаю, что у меня есть определенный опыт, определенные умения в борьбе с дистрофией, начиная от начала. То есть я начинаю работу с вашим организмом, с пищеварительной системой, с печенью, в зависимости от того, какие там есть нарушения, даже минимальные нарушения, на которые многие не обращают внимания, я считаю, они имеют значение. Потому что дистрофия не возникает на пустом месте. Ткань, которая погибает, она сигнализирует вам, накорми, видите, уже кто-то звонит, я думаю, что вы будете следующим, так что если вам необходимо лечение дистрофии, обращайтесь, лечение по методику доктора Скачко, оно эффективно. Добрый день. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok